всем привет и как вы уже поняли по названию листопадные дендробиумы это не мое это оказалось действительно не мое и дело не в том что у меня не получается их расти нет у меня получается они растут они дают хороший положительный прирост они наращивают когда ко мне адаптируются когда я к ним адаптируюсь больше новых бульб чем скажем так засушивают но каждую осень у меня большой огромный стресс почему потому что они начинают листопадить и мозгами я понимаю что это нормальный природный процесс они поэтому листопадные они так реагируют на смену сезона это заложено в них природой у них желтеют листья они опадают и весной они наращивают много новых бульб с красивой листвой шикарно смотрятся шикарно растут и осенью повторяется то же самое и вот в момент когда листья начинают массово желтеть и опадать у меня это происходит абсолютно неконтролируемо внутри я начинаю паниковать о боже и одна часть меня бегает и о боже о боже о боже рвет волосы на голове и господи что случилось и ничто погибают вторая половина говорит спокойно так и должно быть уже за окном у тебя октябрь им пора желтеть пора начинать лысеть пора уходить на зимний холодный покой перестань нервничать и не стрессу и но знаете всегда вот этот червячок сомнения заползает который говорит да 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 но вдруг это что-то не так и ты проглядишь какую-то страшную страшную болячку свой недосмотр и еще какое-нибудь тараканистая нечто а спишешь это на сезонный листопад а на самом деле у тебя там что-то страшно и страшное внутри происходит на самом деле ты накосячила с поливом ты накосячила еще с чем-то и в итоге когда ты весной будешь сидеть и ждать что он вырастет он не вырастет он погибнет да вот такой таракан у меня есть он меня мучает уже вторую осень а я пытаюсь с ним бороться но мне очень тяжело особенно смотреть на лысые палки да и я реально поняла что такие дендробиумы не моё возможно с годами я к этому привыкну и куплю себе еще но пока мне точно хватит и я сейчас вот наблюдаю как у меня лысеют вот этот товарищ у меня полы сели практически все задние бульбы листья остались вот только на новых которые выросли в этом году а вот этот вот еще видите растет он еще зеленый вот это тоже вот он растет новый ростик камере как всегда интереснее снимать то что интереснее так но при этом старые бульбы очень массово и очень одновременно скинули листья просто пожелтили и скинули а еще есть вот эти два водергарта новых и они тоже я реально понимаю они полысеют вот этот уже тоже начал он все скинул со старых бульб и вот на новых еще остались и я судорожно жду этого момента на самом деле я сейчас смеюсь но я действительно понимаю что это очень такой неправильный страх его не должно быть но он у меня есть это факт а еще я печаль из потому что я всю весну все лето наращиваю такую красивую зеленую ботву красивые листья стараюсь дают для этого удобрения потом осенью хоп и привет палки и да это оказалось для меня морально тяжело ну вот так бывает сейчас я вам покажу у меня есть обалденный любимый мой дендр шервардский лес который на самом деле дендробиум кингеанум альба рубра он наращивает обалденное количество новых так фокус вот новых ростов каждый год в районе десятка было новых ростов в этом году и потом видите он начинает желтеть и все старые бульбы вот они у меня они лысеют и листья остаются на новых растущих еще бульбах дорастающих так вот вот и вот на который только только выросли вот кстати такие были потуги процвести ничего не видно отвлеклась от камеры сегодня не знаю то ли света надо больше еще куда же же еще больше света но не хочет фокуситься вот хотел он подсвести но не получилось у него хотя может он еще и подсветет надо мне кстати перечитать информацию по этому дендробиуму все к сожалению не упомнишь может он подсветет чуть чуть позже но в общем то для меня это очень печальное зрелище которое меня действительно расстраивает что для меня это смотрится страшно и ужасно но весной он как я люблю говорить восстает фениксом из пепла и смотрится огромным зеленым шикарным кустом а осенью это для меня вот это вот несчастная бедося я ее называю хотя я на него смотрю я реально понимаю что у него все хорошо у него обалденный прирост и и в принципе это мозгами я понимаю но привет тараканы они шумят и подымают бунт поэтому дендробиумы листопадные реально не мое выбрасывать их конечно же не буду я их конечно же люблю и я конечно же продолжу стрессовать вместе с ними надеюсь что когда-нибудь я к этому привыкну но вот так вот иногда орхидеи не подходят вам не потому что у вас не подходят условия не потому что вам не понравилось цветение или не подошел аромат а потому что они листопадят вот так вот поделилась с вами своим тараканом своими страхами своим стрессом связанным с орхидеями я интересно будет послушать а вы стрессуете когда у вас листопадят ваши дендробиумы или у вас есть какие-то может другие свои такие триггеры для стресса от которых вы буквально как я впадаете в уныние мне будет кстати очень интересно почитать посмотреть потому что все мы люди всем нам нужна поддержка всем нам нужен тот кто чувствует то же самое понимает тебя пишите в комментариях пишите мне а в инстаграм на фейсбуке ссылочки в описании переходите пишите мне там пишите в директ пишите в вайбер я с удовольствием пообщаюсь с вами на эту тему и в описании еще кроме этого бывают интересные ссылочки поэтому заглядывайте читайте а на этом буду заканчивать на этом все и всем солнечных дней пышных цветений пока пока